Привет всем, кто же в новом году включил в Russian Music Box! Я Белка, очень рада вновь рассказывать вам свежие новости из мира музыки и шоу-бизнеса. Давайте начинать! В этом выпуске News Box вы увидите По техе час, а делу время. На-на возрождается. Кого обвиняют на Депардье? Бэби-бум не сбавляет оборотов. Это и многое другое не пропусти в этом выпуске News Box. Мы, артисты, умеем работать и отдыхать одновременно. Но вот Иракли Перцхалава в этом плане вообще чемпион. Чем решил заняться певец сразу после новогодних праздников, узнаем прямо сейчас. Так уж повелось, что 1 января самый короткий день в году. Многие еще долго приходят в себя после бурной ночи, а кто-то продолжает отмечать Новый год. А Иракли Перцхалава вместе со своей командой уже решали, все ли будет окей. Вернее, они посредством мозгового штурма обсуждали идеи для нового клипа на одноименную песню. Примечательно, что сама по себе новогодняя ночь выдалась у певца нелегкой, зато веселой. Но тем не менее, уже в тот день команда Иракли, видимо, набросала черновой вариант сценария, поэтому съемки назначили уже через 2 недели. Кстати, клип обещает быть масштабным. На своей странице певец приглашал принять участие всех желающих. Отчет со съемочной площадки смотрите уже в следующем выпуске News Box. Барри Алибасов решил возродить самую популярную группу 90-х. И хотя он утверждает, что группа никогда и не прекращала существование новых песен и крипов не было уже лет так 10, наверное. В этом году группе 25. И Барри Каримович решил, что пришло время тряхнуть стариной, понимаешь, и вновь запустить на-на. Своё второе рождение группа «Нана» получит с видеоклипа, где будет четверка парней, инопланетяне и весомая сексуальная линия. Барри Алибасов обещает просто взорвать мозг. Такого еще не было в клиповой истории российского шоу-бизнеса, говорит он. Клип снимает украинский режиссер и подтверждает слова продюсера о том, что будет горячо. Клип должен появиться на ТВ весной этого года. Кроме того, Алибасов обещает большой гастрольный тур. В своё время, 20 лет назад, девчонки действительно визжали от восторга при виде своих кумиров. Но какое впечатление на них произведут Владимир Политов и Слава Жеребкин, сегодня большой вопрос. В последнее время тема смены гражданства стала, ну, очень актуальной. Но на этот раз речь пойдет о человеке, которого Россия может потерять. Кто же он? Давайте посмотрим. Новость о том, что Жерар Депардье стал гражданином России, со всеми вытекающими последствиями, уже режут слух и мозолят глаза. Но закон сохранения действует и здесь. Если перефразировать великого Ломоносова, получится следующее. Так, ежели где-то убудет один актер, тот другой обязательно прибавится. И это не шутки. Россия может потерять короля нашего интернет-сообщества Никиту Джигурду. Всё, зашутилась. Но паниковать рано. По признанию актера, получение французского паспорта с депардьеризацией никакой связи не имеет. Цитата. Для него это вопрос налогов, а для меня это вопросов детей, жены во Франции, свободного перемещения по Европе и творческого проекта во Франции. В ответ на действия Никита интернет запестрил забавными сообщениями и новыми словечками. А автор антигейского закона Виталий Милонов заявил, что очень рад такому культурному обмену. И попросил Джигурду забрать с собой Собчак. И, цитируем, ещё кого-нибудь из фонограмщиков. Ох, и научит же он этих французов любить по-русски и грамотно вставлять. В речь пару матерных выражений. А потом вернётся. Но уже как Никита де Борис де Джигурда. Похоже, звёздная тусовка решила активно пополнять свои ряды. За минувшие праздники на свет появились аж двое славных богатырей. Кто ли ещё будет? Давайте посмотрим. Праздники всегда заканчиваются не вовремя. Ведь так много не сделано. Диван не лёжен, салаты по-прежнему манят из холодильника по телевизору самые интересные передачи кино. А теперь представьте, есть люди, которые с нетерпением ждали этого. Всё-таки рождение ребёнка – замечательный повод. Солистка группы «Чили» Ирина Забияка родила долгожданного первенца. Мальчик – истинный богатырь. 54 сантиметра и без малого 4 килограмма. Сама певица обещала обнародовать фото малыша уже в ближайшем будущем. На ромашковом поле в сердце моём ты со мной целоваться будешь. Другую звёздную пару можно поздравить. И хотя и у Яны, и у Евгении уже есть дети, Александр Евгеньевич – первый общий ребёнок. Фигурист свои эмоции сдерживает, но в Твиттере всё же написал. Держу сейчас на руках сына. Спасибо Господу и моей Яночке. По признанию обоих родителей, Александру предстоят тяжёлые баталии в спорте. Всё-таки честь фамилии надо отстаивать. Впрочем, крёстным папой малыша станет зам Дима Билан. В общем, никакого давления на ребёнка. Наконец-то Москва, да и вся страна, выходит из праздничного сумрака. Ведь это значит, что наши любимые звёзды начинают радовать нас и вас горячими новостями. До скорой встречи на Russian Music Box. Пока-пока. Коль, я уже нервничаю, когда тебя вижу, честно. А что ты делаешь там, можно знать, сзади у меня? Которого Россия может потерять. Кто же он? Что, Коль, опять такое? Редактор субтитров А.Сёмкин